Свободный человек В Театре драмы имени Кольцова премьера. Спектакль поставил известный режиссер из Санкт-Петербурга, лауреат Государственной премии России Александр Баргман. Это трогательная и смешная история странного человека, который в поисках призрачного счастья едва не теряет настоящее и самое дорогое. А самоирония и честность делают ее современной, понятной и близкой каждому. Входи, свободный человек! Бедный папа! Как говорится, свободника птица! Линда, милая, не нервничай так! Ты должна с ним что-то решить! Так больше не может продолжаться! Я ушел от них с легким сердцем! Она хорошая женщина, это же прекрасная женщина, но в сущести ужасная буза! Свободного человека Джорджа Райли, весьма странноватого на первый взгляд, играет народный артист России Валерий Потанин, для которого премьера стала достойным подарком к собственному юбилею. Кандидатуру Валерия Викторовича мне предложил Владимир Сергеевич Петров, и я познакомился, посмотрел его фотографии, как-то, в общем, почитал о нем и понял, что это правильно. А когда мы стали репетировать, все, сомкнулась абсолютно его роль. Роль глубокая, трагикомическая, адекватная его, по-моему, какому-то удивительному таланту актерскому и человеческому. Спектакль Александра Баргмана прежде всего о конфликте художника с миром вокруг него. Джордж Райли постоянно сопротивляется данности, живет в мире детских книг дочери и своих всегда недоработанных наивных изобретений и иллюзий. Если бы у толпы не было зрелищ, что бы она сделала? Не знаю, что бы. Она бы скинула правительству в один момент. Так что, господам, футбол или нахер? Да, это точно. Сейчас будет больше и про это. Пиши. Иллюзии. Иллюзии на простом месте. А чем является, почему наша страна качается к чертям собачьим, то все очень просто. Нет национальных корпусов, нет патриотизма, устой расшапывается, постарезненность, она просветает. Вдруг мастер обесценивается. Передается интересы простого изобретателя. Пуст. Иллюзия на пустом месте. Иллюзия на пустом месте. Есть некий конфликт в этой пьесе, конфликт между человеком творящим и некой обывательской средой. И это вечный конфликт, который никогда не кончается и не кончится. И человек, который нарушает какие-то законы восприятия, законы течения жизни, законы времени, именно его и играет. Замечательный артист. Валерий Викторович Паталин, главную роль Джорджа Райли, это человек всегда не понят, всегда одинок. И так далее. И в результате, пройдя через многие мытарства, наш изобретатель Райли обретает понимание и возвращается в семью. И все его труды, его творчество, его странные изобретения потихонечку начинают воплощаться в жизнь. Так что творчество торжествует, надеюсь.